Здравствуйте, уважаемые одесситы! По состоянию на сейчас, 22 марта, в городе Одессе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. На сегодняшний момент в отделении инфекционной больницы находится 12 человек с подозрением, двое из которых в состоянии средней тяжести. Информирую вас о том, что за последнее время было сделано и проведено 45 экспресс-тестов, результат у всех отрицательный. Помимо того, хочу проинформировать, что продолжается работа и деятельность городского штаба и мониторинговых групп в парках города, на побережье и в четырех районах города Одессы. Проводится регулярная дезинфекция общественного транспорта, остановок, детских и спортивных площадок, лифтов и парадных в городе Одессе. Хотелось отметить, что завтра в 9 утра на аппаратном совещании будет презентована новая схема работы общественного транспорта, которая будет действовать с понедельника. Также будет представлена еще одна презентация о работе транспорта в городе Одессе, в случае, если будут внедряться особые ограничения для населения. Хотелось бы сказать, что очень важна сегодня общая координация деятельности государственной власти, областных властей, городских властей, бизнеса и общественных организаций. Эту работу мы проводим на регулярной основе и уже сегодня создано очень много сообществ, как с транспортными организациями, с общественными организациями, так и с бизнесом. Хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к одесским бизнесменам. В это тяжелое время городские власти делают все, чтобы не допустить распространение коронавируса. Нами выделено более 150 миллионов гривен из городского бюджета на закупку всего необходимого. Также Кабинет Министров Украины выделяет средства на закупку оборудования и медикаментов и для больниц нашей страны. Мы понимаем прекрасно, что этих средств недостаточно для стопроцентного обеспечения, поэтому хотим обратиться к вам. Уважаемые бизнесмены, сегодня нам всем как никогда необходимо сплотиться для достижения совместной победы над этой эпидемией. Мы призываем вас помочь Одессе и Одесситам в покупке необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты для наших медиков. Одесский городской совет совместно с Одесской областной организацией общественного общества Красного Креста Украины объединили свои усилия с целью скорейшего достижения поставленных задач. Мы хотим приобретать все необходимое в первую очередь для защиты наших медиков, а именно защитные средства для врачей, респираторы, очки, защитные костюмы, перчатки, антисептики, а также всевозможное медицинское оборудование и экспресс-тесты. В ближайшее время в средствах массовой информации будут опубликованы реквизиты счета для помощи. В случае, если бизнесмены захотят адресно помогать той или иной больнице, либо самим приобретать необходимое оборудование для больниц, мы предоставим им все необходимые контакты. Также сегодня было довольно-таки много фейковой информации распространялось в интернете. А именно, я хочу опровергнуть информацию о якобы закрытии университетской клиники. Данная информация является фейковой. Информирую всех одесситов, что университетская клиника работает в полноценном режиме, принимает всех городских пациентов. Также хочу сказать, что все, кто распространяет фейковую информацию, будут привлекаться к ответственности. Помимо того, участились случаи мошенничества, когда представители якобы Облэнерго, Одессгаза, либо Инфоксводоканала ходят и проверяют приборы учета и показания приборов учета. Обращаюсь ко всем одесситам. В случае выявления таких инспекторов, моментально обращаться в правоохранительные органы. Ведь во всех этих предприятиях на сегодняшний день существует запрет на всяческие проверки. Хочу в очередной раз обратиться к одесситам. Минимизируйте контакты с другими людьми. По возможности оставайтесь дома. Особенно пожилые люди. Мы должны понимать, что карантин это не каникулы. Это ответственность каждого гражданина. Это ответственность за безопасность свою и своих близких. Оставайтесь дома, соблюдайте все правила карантина. И используйте все превентивные меры по недопущению распространения вируса. Вместе мы победим. Продолжение следует...